Девушки отдыхают 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 автор этой пленки, значит, тот, кто снимал этот объект, он говорит, что объект где-то вот над аэропортом Домодедово. С стороны области он снимал. Да, в сторону области он снимал. И очень интересно, что вот в течение где-то двух лет звонят к нам в редакцию нашей передачи, и люди говорят, что вот где-то в районе Домодедово постоянно наблюдают какие-то вот неопознанные летающие объекты. Может быть, это вот тот самый объект и есть. Другое дело, что срок довольно приличный, видишь, два года. Вообще, когда я вот смотрел на этот объект, ты знаешь, у меня возникло такое ощущение. Ты не смотрел художественный фильм «Кокон»? Смотрел. Помнишь, там компьютерные графики сделаны? Красивый такой вот объект, он как такая летающая тарелка, в виде тарелки сделан. И вот эти вот круги такие у него, там несколько кругов, один круг вращается в одну сторону, другой в другую, очень ярко, так зрелищно, красиво было сделано. И, кстати говоря, этот объект вот очень-очень-очень наборный. Но, конечно же, ты сам понимаешь, это не компьютерная игра, документальная съемка. И поэтому, мне кажется, вот этот объект представляет очень и очень большую ценность и для исследований. То есть мы сейчас, если экспертам дадим этот объект? Да, мы сейчас обязательно вот свяжемся с Вадимом Чернобровым, да? Надо ему показать эти кадры. Он занимается? Да, он много лет занимается, он специалист в этом деле, поэтому вот интересно, что он скажет. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Дмитрий, мы получили от вас посылку. Вы смогли выйти, посмотрели материал. Расскажите, с чего это все началось и что вы видели? Много ли оценивали материала? Началось это в сентябре в начале. До этого я не придал значения этому объекту, так как он висел намного выше и зимой, и летом. А вот к осень он опустился, как мне показалось, ниже намного. Где-то сейчас в районе 4 километров над землей висит. И продолжал снимать его в течение месяца, значит, до середины активы. Каждый день практически, да? Практически каждый день, да, когда просто не очень устал, потому что это приходилось снимать ночью. И сон, как говорится, лучше было поспать, как говорится, чем снимать. Но каждый раз вечером брал камеру и снимал, потому что надеялся увидеть что-то новое в ее действиях. Но, в общем-то, кое-что удалось новое заснять в ее действиях. Это, так сказать, быстрая трансформация ее то в огненный шар, то в дисковидное просто тело. Ну и я решил, значит, уже до конца отснять этот материал в течение какого-то времени определенного и отправить, то есть не отправить, а прийти самому и отдать кассету в останки. Ну, а так, вот, кроме того, что вы снимали, больше никаких там неприятных ощущений не было. Видел ли еще кто-нибудь там, соседей? Да, я рассказывал многим своим знакомым и показывал на небо, но они в большей степени говорили, что это звезда. Пока я, значит, у кого есть возможность видимофон посмотреть, да, у кассеты, и все, значит, кардинально меняли свое мнение, что это не просто какой-то даже объект, а действительно настоящий НЛО, как говорится. Ну, нас тоже это заинтересовало, потому что в первый момент мы подошли к этому, так сказать, возможно, инсценировка или еще что-то, но пока не похоже. Посмотрим, что скажут наши эксперты, говорим. Вадим, вот скажите, а как вот экспертизу вот этих вот кадров проводить вообще? Существует какая-то? Существует, конечно. Ну, например, берутся небольшие фрагменты фотографий и считается количество пикселов. То есть, насколько четко снят данный объект, не обязательно НЛО, насколько четко он снят или, наоборот, он расплывается. То есть, грубо говоря, сколько пикселов выходит за границы объекта, это показатель расплывчатости объекта. Значит, пиксел — это единица изображения. То есть, грубо говоря, если бесконечно долго увеличивать изображение, то оно будет разбиваться на отдельные уже точечки. И когда мы раздвигаем кадр, как бы сказать, бесконечно его увеличиваем, мы в конце концов узнаем, что вот этот объект расплывчатый, следовательно, когда камера снимала, она наводилась на резкость не на этот объект. Значит, сравнивая расплывчатость, допустим, изображения НЛО и какого-то ландшафта тех же деревьев, мы можем говорить, что НЛО, допустим, находилась сзади ландшафта или, наоборот, спереди ландшафта. То есть, грубо говоря, мы, не опрашивая очевидца, очевидец может эти вещи и не знать, забыть. Мы можем сказать, на каком расстоянии от камеры находился объект, а следовательно, его размер. Кстати, говорят, что обязательно надо будет сделать с этой пленкой. Но вот у вас какие ощущения по поводу того, что мы сейчас видим на экране? Мне надо сначала сравнить его с чем-то, размером чего я знаю, допустим, Луны. Вот пока, когда смотрю, у меня четкое ощущение, что это некий шарообразный объект, абсолютно точно, тут сомнений нет. Значит, который не в фокусе, значит, который попадает под струйные течения в атмосфере, и за счет этого, значит, мы видим колебания. А отсюда следует, что этот объект не звездообразный, то есть это не звезда. Он бывает каждый вечер или все-таки не каждый? Вот сейчас вот в таком виде он есть, вот так вот каждый вечер. Но бывает, что при ясной атмосфере его нет? Нет, по-моему, сейчас вот этого не бывает, потому что он сейчас, он каждый день, каждый божий день. Вот это сама камера играет? Это я наезды делаю отъезды небольшие. Вот он включает двигатель. Не, ну, слово двигатель... Ну, это я вам просто говорил. Да, если в кавычках, пускай включает. Ну, знаете, вот один раз вы сняли этот объект, ну, второй раз, а вот вас, как маньяка, каждый день тянет, притягивает этот объект, вы берете камеру... Ну, не то, что маньяка. Ищите его на небе и начинаете снимать. Ну, не то, что... Как-то неуютно уже без объекта. Просто я пытался что-то новое заснять. Скажите, Вадим, вот вы ведь много лет занимаетесь изучением вот таких необычных явлений. Вот вас удивил этот объект вообще? Какое-то впечатление он на вас произвел? Ну, скажем так, наверное, конечно, это не самые сенсационные, конечно, кадры, но меня смущает, или так скажем, удивляет некая достаточно долгая периодичность, то есть два месяца, причем не в самом, как бы, гиблом, не в самом незаселенном районе нашей страны, извините, в столице, появляться на глазах у одного и того, и на глазах у только одного человека. Нет, он говорил, что соседи там, ну, компактного. Ну, во всяком случае, невооруженным глазом не все наблюдают, а вот через камеру, через какую-то оптику можно этот объект наблюдать. Ну, если я сказал, что где-то должно быть, в Сибири далеко. Ну да, вот это традиционное точка зрения. Любой человек может посмотреть и что-то увидеть такое совершенно необычное. Вот, оказывается, не любой человек, потому что есть определенный склад людей, которые, как бы, чаще смотрят на небо, чаще обращают внимание. Романтики. Ну, Даша, вот я хочу познакомить с Дмитрием. Это, так сказать, наш второй случай на передаче. Дмитрий обратился к нам с кассетой, он снимал, значит, у себя дома, с балкона, значит, вот непонятное явление. Я брал камеру и снимал, потому что это вполне естественно, любопытство обычное. Ну, воздействие энергетическое какое-то от них идет сильное очень. Мне кажется, что положительное все-таки. Но каким образом это чувствовалось? Чувствуется, ну, какой-то необъяснимый такой прилив энергии. Ну, главных болей не было. Просто уже, когда... Состояние мурашек, да? Ну, мурашки были, да, потело. Мурашки были, потело, когда первый раз ее увидел. Когда она именно включала вот эти вот, то ли двигатели, то ли еще превращалась в такую огненную звезду, вот, она уже, как говорится, воздействовала. И сама то, что она присутствует, это уже какой-то... Вселяет, я не знаю, ну... Уверенность? Нет, не уверенность. Спокойствие? Ну, какое-то необъяснимое чувство. Необъяснимое, я бы сказал. Не то, что страх, а то, что... Ну, мы не одни. Вот это первое. Ну, и второе, то, что, наверное... Все-таки они пришли к нам с миром. Ну, что ж, понаблюдаем за вами. Если будут какие-то отклонения... Если будут какие-то отклонения, да. Обязательно скажем. Головные боли усилиться. Или сны начнут вас мочат. Ну, сейчас... Конечно, сообщайте. Ну, вот и подходит и вот эта вот необычная история с домодедовским объектом к концу. К сожалению, эта история без конца. Потому что, конечно, бы хотелось дать ответ, что же это такое, да. Что это за объект. Пощупать руками. Откуда он прилетел, чего он от нас хочет. Но вот что пока мы не можем дать ответов на многие вопросы.